Здравствуйте! В эфире город Тесс и Татьяна Дмитриева. Как предотвратить подростковые правонарушения на объектах транспорта? Какими они бывают и какие наказания грозят нарушителям? Об этом говорим сегодня и в нашей студии начальник отделения по делам несовершеннолетних средневоложского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова. Здравствуйте, Алла Вердовна. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте начнем со статистики. О чем она говорит? Сколько преступлений совершено несовершеннолетними? И она возрастает время от времени или нет? Вы знаете, преступность... Вот в прошлом году мы снизили детскую преступность. Это и различными профилактическими мероприятиями, и непосредственными работой с семьей, со школой. У нас всего одно преступление дети совершили. Одно. Но в этом году уже рост намечается. То есть, понимаете, как подрастает новое поколение, более безбашенное, которые уговоры и какие-то наши речи совершенно безразличны. То есть, работать, работать и работать. И вот на данный момент у нас два дела уголовных ушло в суд. Оба по наркотикам. То есть, дети наши... Это со скольки лет начинают употреблять или распространять? Ну, употреблять-то они раньше. Рано довольно-таки часто начинают употреблять. А это что? Изъятие, перевозка. Вот у нас было. У одного в кармане нашли. Мама отправила его на учебу, допустим. Брюки постирала. Даже не заметила, что у него там пакет лежит. А в поезде только сел, сразу досмотрели его и обнаружили. А их используют, потому что для них... Им не грозит никакая ответственность? Ну, почему не грозит? Получила... То есть, посадить их не могут в тюрьму. А что-то такое административное, ну, подумаешь, пройдет время. Понимаете, судимость, она останется на всю жизнь. Может быть, это еще худшее наказание. Знаете почему? Вот сейчас ему там 15-16 лет, да? 14-15-16. Он еще... Ну, вырос большой, а мозгов как у котенка. Вот извините за это выражение. Почему? Потому что считается, а, это случится с кем угодно, только не со мной. Со мной это не может быть. И вот когда случается, когда изымают, когда вызывают родители, начинают объяснять, когда возбуждается уголовное дело, рыдание. Я не хотел, я не думал. Вот вы понимаете, он будет учиться, он будет взрослеть, а судимость-то останется. Вот представьте, сейчас на любую работу, в армию ли он пойдет, захочет ли он в полицию пойти, в военную статью. Большой блок отсеивается. И представьте, у него будет справка о судимости по 228-й статье. Там же не будет сноски, что он был глупый и маленький, и он не хотел этого сделать. Она будет, статья 228, наркотическая. Это печать на всю жизнь. Вот это они себя наказывают на всю жизнь. Да, может, он нереальный срок получит, он условный. Но, извините, это всю жизнь это крест нести. А скажите, пожалуйста, чаще всего какие правонарушения совершают? Дети по 228-й, по 158-й. Это что? 158-й – это кражи. То есть, что плохо лежит, значит, это ничье, значит, это мое. Могут прийти, утащить, могут срезать провода, могут утащить куски рельсов, могут утащить какие-то приборы, могут снять что-то с поезда, допустим, или с вагона, или с локомотива. Это, опять же, определенный контингент. Это не обязательно, знаете, из каких-то хулиганских побуждений. Чаще всего это дети из тех семей, где мало детям уделяется внимания, где их не любят. Где им не покупают учебников, их не кормят достаточно, им не покупают школьной формы. Вот, как правило, вот эти дети, вот этот контингент. Вот я об этом хочу остановиться. Вот сейчас у нас прошла операция «Дети России». Это была межведомственная всероссийская операция, направлена на то, что проверяют места концентрации несовершеннолетних, где чаще всего распивают спиртные напитки, могут употреблять наркотические вещества, курение, вовлечение в курение. И вот что на меня произвело в этот раз впечатление, действительно неизгладимое, что-то у меня даже перевернулось во мне. Мы пришли в одну семью. И я сделал вывод, что мы бьем-то по хвостам, составляя на этих подростков протоколы. И вот одна мамочка, чьего ребенка мы нашли на платформе речная, маленького ребенка, который бродил там чуть ли не по путям, который в любой момент мог шибить поезд. И мы его привели, начали с ней беседу, а она в пьяном угаре. Ну, может, какое-то прозрение у нее было. Она начала кричать, где же вы были, когда мне было 12 лет, когда моя мать пила, бросала меня и моталась. Я была голодная и холодная. Да, это слова эгоиста. Я понимаю, что ей уже глубоко за 30, у нее 5 детей, все брошены. Она уже судима и судима, и дети были в приюте. Но она была упущена, да? Она была упущена, да. То есть я понимаю так, что действительно уже поздно в 16 лет с этим человеком работать. Если ему уже ставят пивной алкоголизм, что мальчикам, что и девочкам. Понимаете, что самое страшное? Увели количество девочек. Если ему ставят наркоманию, если у них там различные зависимости и различные болезни уже от этого. То есть я считаю, что это надо глубже работать. Вот сейчас мы пришли в эту семью, у нее 5 детей. Ее не просто брать на контроль, ее лечить принудительно надо. И детей проверять, понимаете? Вот у нее мама была алкоголичка, было много детей пила. Та же самая история с ней происходит. Бабушка у нее была такая же. Вы понимаете? Это как наследие. А можно остановить или нет? Да это наша задача остановить. Это наша задача остановить. Задача понятна, а вот это реально. Реально? Вы понимаете? Ну реально я считаю, что если она будет продолжать такой образ жизни, нечего ее уговаривать. Говорят, что в родной семье детям лучше, да, с мамой. Но понимаете, с такой мамой они же вот этот образ жизни за норму воспринимают. И они другого не видят в этой жизни. Они считают, что так и должно быть. И ничего тут такого не происходит, если мама пришла вечером, уселась за стол с новым папой. И они пьют, гуляют и празднуют. И дали детям подзатыльник, выгнали их на улицу. Где они там бегают? Это норма их жизни, понимаете? Вот это-то и страшно. Что надо начинать работать. Вот пьют мать с отцом, родился у них ребенок. Вот с самого начала надо. То есть с девочками, с мальчиками, которые вот вступают в жизнь, есть такой контингент, им особое внимание надо уделять. То есть должны все службы здесь работать. Потому что иначе мы вот эту вот, скажем так, династию алкоголиков, мы их не прекратим. И вот на самом деле вот эти слова были, где же вы были в 12 лет? Да. Ну я по-своему их, понимаете, восприняла. Вы на себя почему-то. Да, я на себя это. Да. Действительно. Поэтому вот я считаю, что действительно надо вот какую-то такую программу, чтобы с измельства работать. Вот и с молодежью, вступающей в брак. И вот особенно с этим контингентом, то, что у них рождается. Вот сейчас, допустим, приехали, пришли мы проверять одну семью. Там трое детей. Трое маленьких, девочек, погодки все. По поле зрения она попала к нам, эта семья, почему? Потому что папа кражу у нас совершил в вагонном депо. Пришли, там смрад, там пьянка, там грязь, там все блестит и лоснится от грязи. Бештанные дети бегают, полупьяная мама. Вроде как-то на какое-то время приструнили мы этих родителей. Вроде как бы. Сейчас приходим, опять пьянство. Сейчас подали на лишение родительских прав. Но она опять беременна. Сейчас мы лишим, она опять беременна. И история повторится сначала. Понимаете, этих детей, ну раз мать так пьет, раз мать так себя ведет. Ну это я вот считаю личной маминой. Надо как-то, какой-то такой патронаж этой семьи, изымать этих детей. Дать матери возможность встать на путь истинный. Для кого-то может это доходит. Какие-то специальные детские учреждения, то что мать поселить там с детьми. Ну есть у нас такие. То, что действительно ее под контролем. Пролечить. Да, женский алкоголизм, он лечится тяжело. Ну иначе-то как? Иначе мы будем получать вот таких детей. Вот она династия. И будут нам кричать, где вы были 12 лет, когда моя мать пила. А вообще вот эта операция «Дети России», я так понимаю, она в масштабе всей страны была проведена? Всей страны проводилась, да. А какая цель была? И какие мероприятия? Вот что было? Какие задачи? Ну цель и задачи... Дети России очень объемно. Очень объемно. Вот именно что «Дети России» это борьба с детским алкоголизмом, с наркоманией, с табакокурением. Вот именно за здоровый образ детей России. Именно вот эта цель преследовалась. Она будет в два этапа. Она у нас еще будет продолжаться по осени. То есть сейчас мы посмотрим, мы готовились к этой операции, мы начали за неделю вот эти все злачные места посещать. Что я хочу сказать? Но опять одни и те же. Вот смотрите, допустим, задерживают двух пацанов в Чапаевске на железной дороге, бегают, пролазят под поездами, обкидывают камнями, пытаются залезть на вагон. Мальчикам 10 и 6 лет, маленькие. Не братья, они просто брошенные, нелюбимые дети. Нелюбимые, потому что если бы любили, так не оставили. Мы приезжаем всеми, что и в той, и в другой семье папа и мама пьяные. Но отсюда не смотрят за этими детьми. За ними не смотрят. И вот их улица растит. То есть я считаю, что однозначно их надо строже привлекать к ответственности. Да, мы привыкли на комиссию по делам несовершеннолетних. Их штрафуют. Но опять же штрафуют их, да. Но опять же доход-то из семьи уходит. Опять же, что-то дети не докупили. Да, еще хуже для тех же детей. И поэтому строже надо. Вот именно как-то пересвать такую какую-то политику. Это общегосударственная должна, мне кажется, быть. Что с самого начала, с самого рождения брать под какой-то контроль, под патронат. Вот после первой части вот этой операции вы сделали какие-то выводы для себя? Ну, конечно. Каким решением пришли? Ну, каким решением? Сейчас вот на данный момент одна из семей будет лишаться родственских прав. Я лично пойду свидетелем в суд. Я буду рассказывать, что я видел, как мы ездили в рейды. Потому что будет отдел семьи, вернее, отдел семьи по делам, будет отдел семьи железнодорожного района лишать. Конечно, мы пойдем. Почему? Потому что мы в этой семье были неоднократно. Мы видели, мы сможем засвидетельствовать. Остальные семьи мы сейчас будем очень проверять. Почему? Потому что живут они у нас все в основном в полосе отвода железной дороги. Это бывают и старые дома, и бараки там стоят. Как правило, они живут там, эти дети. Там достаточно вспыхнуть спички, и все это сгорит. Где они гуляют? Вблизи железной дороги. Вот мальчика нашли на платформе. Вы думаете, это первый раз? Нет. Удивительно. Что же их тянет туда, на эту дорогу? А им больше гулять негде, посмотреть, протозейничать. Может быть, кто-то чем-то угостит, что-то даст. Люди там, опять же, толпа народу ходит. Почему бы не походить там? Интересно, опять же, поезда идут. Понимаете, когда ребенком не занимается, он начинает искать себе сам развлечения. Вот эти развлечения не всегда безопасны. А как правило, опасны. А вот если говорить про эти правонарушения, которые происходят на объектах транспорта, какие они бывают? Потому что есть же, наверное, даже подразделения. Есть. Дети бывают. Обкидывают поезда камнями. Бывает это из интереса. Просто попаду, не попаду. Просто идут, переходят железнодорожные пути. Тут поезд идет, остановились. Руки чешутся. А давайте покидаем. Были у нас случаи, что и травмировали людей, что попадали камнями и в голову, и в лицо. Бывает, что и сам травмируется. То есть рикошетом камень и в глаз. И глаз вышибает. То есть, опять же, надо объяснять. Мы ходим, объясняем. Сейчас мы пойдем, вот весь май мы будем ходить по школам. Мы пойдем в пришкольные лагеря, в такие лагеря отдыха загородные. Но, что я хочу сказать. Вы знаете, что по статистике возросло количество вот этих правонарушений с киданием камней взрослыми. Взрослые в нетрезвом состоянии. Или просто руки чешутся. Понимаете? Ну, взрослые, 19, 20, 25 лет, это уже взрослый человек. Или просто мужчины, которые возвращаются, вот поезд идет, они выпили, им весело, взяли, покидали камни. Опять же, это дети видят. А вот ответственность за это правонарушение, она между детьми и взрослыми как-то различается же? Или вообще невозможно привлечь, даже вот если за руку поймать? Взрослый ребенка поймает или взрослого? Ну, ребенка привлекут к ответственности. Во-первых, привлекут к ответственности родителей за то, что не смотрят за ним. Составить протокол. 5.35, часть 1, КОАП, наложат штраф. Штрафы там небольшие. Но однозначно поставят на учет, будут контролировать. Но опять же, кому-то это действительно стыд и позор, кому-то как с гуси вода. Опять же, смотри, какая семья и какое отношение. Но сейчас вроде как рассматривается в Думе вопрос о том, что ужесточить санкции за вмешательство в работу транспорта. Это и за селфи, и за нанесение рисунков, граффити, и за то, что катание на подножках, это зацеперы. Ну и, соответственно, бой линз, бой светофоров, обкидывание камнями. То есть ужесточиться. За что-то будет предусмотрено. Уголовное наказание. Вы сторонница такого. Я сторонница. Почему? Потому что железная дорога – это зона повышенной опасности. И любое вот такое вмешательство, знаете, какие, ну, даже кровавые последствия. Вот, упаси Бог, разбили они линзы светофора, и он не показал занятость, и поезд промчался. Представьте, что это пассажирский поезд идет, а ему навстречу идет состав, груженный какими-то нефтепродуктами. Вы представляете, сколько бед у нас тут будет? Какая глобальная проблема, какая глобальная беда произойдет? А дети-то об этом не думают. Опять же, не думают, почему, потому что родители им не объясняют. То, что придет инспектор в школу, а, поговорили. До кого-то дойдет, до кого-то не дойдет. А они, понимаете, они как волчат в стае, они предоставлены сами себе. Поэтому это наши дети и наша забота. Меня всегда интересовало, вот ставят ребенка после такого случая на учет. И что с ним происходит дальше? Какая-то ведется с ним воспитательная работа? Или просто контроль? Да нет, ну, конечно, ведется. Какой-то вот штука подошла во столько. Во-первых, это и контроль семьи инспектор проверяет. И по месту учебы, как он посещает школу, как учится, семью проверяет. То есть причины и условия изучаются, конечно, почему ребенок совершил правонарушение. Но, опять же, таких детей, в первую очередь, стараются трудоустроить. Вот сейчас все дети, что к нам будут обращаться или доставляться, конечно, мы будем посылать в железнодорожный район, в администрацию, или в соответствующие администрации детей, трудоустраивают на лето. Да, там тяжело пройти комиссию долго, но ее уже надо сейчас начинать проходить. В принципе, дети зарабатывают нормальные деньги. В том плане нормальные, но не меньше, чем порой их родители. И им интересно, это работа по силам, это и какое-то общение. Вот я знаю мальчишку, который в прошлом году, он поработал полмесяца в поликлинике, в регистраторе, полмесяца на почте, заработал деньги. Знаете, какой он был довольный. Он был довольный. Они были, дети рады, это их деньги. А вот у меня у знакомого мальчишка два года так ходил, работал. Он пошел, приоделся к школе. Знаете, какой гордый ходил. Да, позитивный пример. Главное, чтобы дети не изъяли эти деньги, которые вдруг этот ребенок... Ой, извините, родители. Ну это да, это надо контролировать. Опять же, доступный будет отдых этим детям в первую очередь, вот из таких семей. Это будут и лагеря при центрах семья. Мы туда ходим обязательно. Это дети с проблемами, с девиантным поведением. И опять же, будут пионерские лагеря, по-старому я называю пионерские лагеря, ну лагеря отдыха. Они будут для детей этой категории. Будут однозначно. Поэтому и пришкольные лагеря будут. В принципе, если родители хотят, досуг летнего ребенка можно организовать. И только ленивые не организуют. И ссылаться на то, что сейчас все дорого и стоит денег, вот я считаю, не стоит. Это стоит вот зайти в свою администрацию, в школу, обратиться к своему инспектору и узнаешь конкретно, как можно недорого организовать отдых ребенка, как можно недорого приобрести путевку на сайте. Как можно в администрацию подойти и сказать, вот я одинокая мама или там мы малобеспечены. Помогите нам организовать. Помогут. Есть такая программа. И я знаю точно, что дети ездят и детям нравится. Есть еще, кроме железнодорожных, автомобильные правонарушения. Вот они насколько часто происходят или нет? Ну автомобильные правонарушения. Что это? Ну это как правило нарушение правил дорожного движения. Сейчас велосипедисты. На вот этих мопедах будут носиться дети. Опять нарушать правила перехода через, что через железнодорожные пути, что через дорогу. Понимаете, ребенок на дороге, вообще на улице, он непредсказуем. И ему надо сто раз объяснить, но прежде чем объяснить, он никогда не будет делать правильно, если он будет видеть, что вокруг и мама, и папа, и все остальные взрослые делают неправильно. Вот если мы будем правильно делать, своим примером показывать и проговаривать с измельства. Вот идете вы в детский сад и говорите, вот ты знаешь зеленый свет, мы пойдем только на зеленый свет, чтобы у него это вырабатывалось. Я так своего сына водила. Мы идем только на зеленый свет. Мы здесь не пойдем, мы подождем. Мы обойдем по мосту железнодорожному. То есть, вот как вы себя поведете, так и будет вести себя ребенок. От вашего поведения родительского зависит их безопасность. Ну согласитесь. Дети, это, ну, наше зеркало. Вот как мы себя ведем, так и они себя ведут. Опять же, ребенок, это зеркало семьи. Ну согласитесь. Вот какое отношение в семье, как вот между мамой, папой, между там родителями, бабушками, дедушками, точно так же он поведет себя. Ну бывает и такое, часто тоже слышишь, что семья вроде бы хорошая. Вот и мама такая серьезная, и папа там работает где-то. А вот ребенок совсем не такой. Как вот эти причины? Ну знаете, я считаю, что у нас сейчас хорошо развит институт детских психологов. Он есть и в школе, он есть и частниками, он есть в центрах семья в обязательном порядке. То есть стоит обратиться к психологу, да, и искать корни чего-то, что послужило. То есть не вот, опять же, сшибать сверху что-то, а найти причину, первую причину, причину и условия вот это. Может быть, какая-то дружба нехорошая у него, может, какое-то общение, может быть, в конце концов, просто ребенок больный. У меня был в практике такой случай, когда ребенок убегал из семьи постоянно. Мы мама с папой ругали, мы составляли протоколы, все. И потом я просто предложила, слушайте, ну не может такое быть, что вроде беседуем, все нормально, давайте к психиатру обратимся. И действительно у ребенка дармомания оказалась. Это болезнь, это тяга к перемену места жительства. И ребенка лечили, то есть нашли первую причину того, вот это, как считалось, девиантного поведения. Мальчишка-то просто болен был. Он, может, сам себе не мил был, он вставал и бежал куда-то, сломя голову. А на самом деле вот его стоило полечить, стоило как-то больше обратить внимание на эту проблему. Да, а клептомания, это, наверное, более распространенный, да, такой... Ну, как вам сказать? Или нет, вот если ребенок тоже вот заходит в магазин и хочется, ему что-то все время тащить или нет? Или здесь можно вот уже... Ну, клептомания, понимаете, я никогда клептоманов в жизни не встречала. Вот бывает то, что помело четыре дети в магазине, это не клептоманы. Это, как вам сказать, это правонарушение. У нас полно таких. Вот они в больших сетях, магазинах, у них даже они бравада какая-то друг перед другом. Вот рассматривали в комиссии по делам несовершеннолетних, что утащили? Дешевые лосины. Они тебе нужны были? Да не очень. А зачем? Ну вот друг перед дружкой. Вот утащили. Вот я утащил. Или какие-то дешевые шоколадки. Сидят папа с мамой, мама рыдает, потому что у тебя, у нас до этого дома шоколады, ну вот хоть уешься. Ну вот понимаете, экстримы хочется. Хочется экстрима. Есть какая-то специфика, наверное, все-таки вот таких вот правонарушений, которые дети, подростки совершают. Какая специфика? В чем она вот чаще всего проявляется? Потому что взрослые – это одно. Когда дети нарушают подростки, молодежь, это совсем другое. Здесь порой бывает на слабо, вот друг перед другом. Бывает вот именно показать свое, как сказать, свое превосходство. Не то, что превосходство, а то, что я лидер, я могу. Обратите на внимание, какой я крутой. На самом деле он дома-то будет рассуждать все правильно. Вот обратите на меня внимание, вот желание какого-то лидерства, вот показного вот такого. Это самоутверждение, наверное, происходит в это время как раз. Да, 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 порой. Ну, а бывают и более серьезные. То есть уже когда могут с взрослыми. Когда уже из семьи, да, идет все это. Да, и бывает, что и взрослые вовлекают. Вы понимаете, то, что говорят, вот вовлечение подростка, там, 14, 15, 16, то есть 17 лет. Да вот как вам сказать насчет вовлечения? Он же понимает прекрасно, что это чужое, что они воруют. И он представляет последствия. Да, ему могут внушить, что тебе там 12-13 лет, тебе ничего не будет. Но опять же, он же осознает, что это кража, что это преступление. Понимаете? Он осознает ребенок это. И поэтому, ну как вам сказать, надо здесь очень внимательно подходить. Были случаи, что у нас вот в суде, допустим, по краже, ну там они, мальчишки, по мелочи натырили с железной дороги. Ну так, больше никак не скажешь. Вот мелочи всякую насобирали, но уголовное дело есть уголовное дело. Там сумма получилась большая. Им дали, ну скажем так, ну не совсем общественное порицание. И не по руке. Ну да, почти что общественное порицание, что вот ограничение туда-то не ходить, сюда-то не ходить, но как такового срока им не дали. То есть вот действительно, что родители должны усилить контроль. А кому-то дают реальный срок. Почему? Потому что он не пошел ни от того, что ему кушать нечего было. Не просто по детскому какому-то недоразумению. А вот он пошел злостно. И осознанно. И это сделал. Осознанно. Вот просто вот из каких-то гадких побуждений. Бывает и такое. Бывает и такое. А вообще вот ваша профилактическая работа, она распространяется на какие организации? Вот как вы ее проводите? Как вообще можно проводиться профилактикой? Ну наша профилактика, вы понимаете, дети они везде одинаковые. Что на территории, что у нас приходят на железную дорогу. Это одни и те же дети. Ну во-первых, дети сейчас современные. Просто прийти и пробубнить им лекцию, мне интересно. У нас сейчас большая фильмотека. Мы приносим, показываем. То есть для самых маленьких у нас классные мультики. Прям вот мультики веселые детские. Про Белочку и Зайеньку, про бабушку и внука. Как себя надо вести, какие последствия. И стишки такие, знаете, современные детские там звучат. Ну как вот Григорий Остера. То, что вот вредные советы. Вот наподобие вот этого. Белочка Зайеньку выручает, а Зайенька такой лопух постоянно куда-то попадает. И бабушка с внуком, как вот надо себя вести. Это для маленьких. Для детей среднего звена. Там комиксы, фильмы сняты в виде яралаша. Да. Но там уже такие проблемы, знаете, реально. То есть там уже подспудно объясняют детям, что за это можно и загреметь, допустим, в спецшколу. Могут пострадать люди, пострадают твои родители, пострадает семья материально. То, что можно и в 14 лет уже судимость заработать. То есть там они все-таки хоть и веселые, но веселость там только часть. Есть информация. Да, в каждой шутке получишь, там только доля шутки небольшая. А для более старших детей там уже короткометражные фильмы, но довольно-таки такие, знаете, которые заставляют думать. Вот последний фильм был, мы ходили с ним при авиационном, аэрокосмическом университете, там у них типа колледж есть. Там даже плакали, сидели девчонки. То есть тишина была, то есть гробовая. Именно про наркотики мы показывали. Там действительно это такой фильм, который за душу берет и заставляет подумать. То есть неожиданно так вот авторы сняли с неожиданного ракурса. То есть разговор ведется от лица собаки, которая жила в этой семье, которую мальчик подобрал к утеночкам. И вот то, что спас он его. И потом как вот собака рассуждает, ну как же я, Вовка, тебя не спасла, как же ты у меня погиб. То есть вот все вот это идет рассказ. То есть действительно заставляет подумать. Заставляет, ну я не знаю, не просто подумать, а как-то вот через сердце это проходит. И взрослым и детям это интересно. То есть там идет и взаимоотношение в семье. То, что мама действительно только ты шапку одел, вот это интересовало. Ты покушал, ты кровать заправил. А то, что у ребенка внутри творилось, как-то и не замечал. То есть вот действительно. Потом мы проводим, допустим, среди детей, особенно у нас есть железнодорожные интернаты. Интернат в каком плане? То, что дети, родители которых постоянно в пути. Вот. То есть мы проводим конкурс рисунков. Потом эти выставки мы проводим по другим интернатам, и школам, школьным лагерям. Вот сейчас летним повезем. Будем показывать, чем опасны на железной дороге. Опять же, проводим анкетирование. То есть провели беседу, анкетирование провели, типа конкурса. И потом железная дорога нам призы дает, хорошие призы. И то есть мы вручаем на линейке торжественно. Там где-то, может, какую-то форму. Типа бейсболки у АО РЖД, футболка. То есть им приятно. То есть вот я такой, действительно. Книжки, очень хорошие книжки. И даже дети просят, а у меня маленький брат с сестрой. То есть мы ему даем для взрослого. Ну дайте мне для маленьких. А ты почитаешь с ним? Почитаю. Потом, опять же, сейчас поедут детские поезда с детьми. Там же не только дети, таланты России едут. Там же всякие дети едут. Всех берут. Мы туда заходим. Книжки обязательно даем. Для маленьких у нас раскрашки. Раскрашки на железнодорожную тематику. Опять там попугай Кеша и мальчик Вова. То есть, опять же, не назойливы в форме. Вот нельзя. Не этого делать нельзя. Они пойдут назло сделать. У нас был такой случай. Пришли в школу, провели конкурс. Все шариками обвешали, рассказали. Вот вы знаете, там и призы сладкие, и все. И подарили полицейской фуражке победителям. Этого, дети, делать нельзя. Поняли? Поняли. На следующий день победители в этих фуражках и покидали нам поезд. То есть, интерес вот такой. Какой-то, да. Вот. Знак протеста какого-то даже. Да не то, что даже протеста, а вот интерес какой-то возбудили. То есть, может, прихвалили даже. Да, ну, может. То есть, понимаете, это дети. С ними надо очень тонко. И я повторяю, их поступки порой непредсказуемы. Вот он не хотел плохого сделать. Вот у него ноги сами пошли, а руки сами схватили. То есть, надо с ними работать с каждым возрастом индивидуально. И каждому индивидуальному возрасту, вот, согласно их пониманию, объяснять. Потому что бывает такое, что, ну, они просто некоторых вещей еще не понимают. А объяснять довольно-таки, ну, приемлемо. Ты, мама с папой, у тебя уважаемые люди? Уважаемые. А ты понимаешь, что их вызовут на комиссию, будут пальцем гразить и говорить, вы плохие родители. Это правду будут говорить? Нет. Они у меня хорошие. А почему же протокол-то на них составить, что они не занимаются своим воспитанием? А почему это они не занимаются? Потому что ты вот такие поступки совершил. То есть, надо доходчиво ребенку-то объяснять, что мама с папой авторитет, что их поругают, что семью будут склонять там, что плохое образование, плохое воспитание тебе дают. Знаете, как задумываются сразу. Да. Я так поняла, что большинство правонарушений, ну, конечно же, на железнодорожном транспорте и на этих ветках совершается. Но есть еще и речной и воздушный, за которую вы отвечаете. Там есть или это очень редкие случаи? Ну, нет, почему? На речном транспорте мы также проводим работу. Особенно, вот, казалось бы, летом, да, большая навигация. Мы сопровождаем все группы, все доедины. Сейчас у нас пойдут выпускные вечера, последние звонки. Просто выпускные вечера у нас сейчас начинаются с первого класса по одиннадцатый. И родители считают своим долгом. Вот я хочу обратиться к родителям. Не экономьте на безопасности своих детей. Были у нас в том году все такие прецеденты, что просто запретили некоторым судам, корытам, а не судам, выходить с детьми. Были у нас такие случаи, когда на такой корытце, который на 100 детей рассчитан, 300 помещали. Чуть ли не стоят дети ехали. Должна быть аккредитация у капитана. Должна быть пройдена комиссия у этого судна. Прежде чем мы насадимся на это судно, у нас кинологи обследуют. Мы проводим родителей и показываем, где хранятся спасательные средства, где лежат спасательные жилеты. Даже капитаны в том году показывали, где лежат сколько каких. То есть заранее мы сначала проводили беседу с детьми, беседу с родителями. Родителям тоже напоминание. Не забудьте, что это детский праздник. И спиртное не должно литься рекой. Я понимаю, одиннадцатый класс по бокалу шампанского. Я не ханжа. Я понимаю, это труд, одиннадцать лет, это и дети, и родители, и учителя. Но нельзя праздник омрачать. Нельзя какое-то ЧП допускать. Это детский праздник. Очень важны ваши наставления перед таким сезоном. А еще, вы понимаете, как, особенно вот летом, сейчас начнутся, это ныряние с причальной стенки. Да, там глубоко, но там причаливают суда. Он нырнул, этот десятилетний, допустим, и вот так судном, бортом к стенке перепечатан, от него мокрого места не останется. Но опять же, они почему это делают? Потому что родители тут же это делают. В общем, осторожность, внимание с двух сторон. От родителей и от детей, от родителей даже в большей степени. Спасибо огромное за то, что вы к нам пришли. Наше время завершается. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин